Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение трудных мест Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от Евангелия от Марка 1.13, мы зададимся вопросом, «В чем сатана искушал Христа в течение сорока суток?» Ведь когда мы читаем об искушении голодом, там сказано «напоследок взалкал». А в самом тексте говорится следующее. Марк 1.13. «И был Он, то есть Христос, там, в пустыне, сорок дней искушаем сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему». Звери иногда называются шетим по-еврейски, косматы — это обозначение бесов. То есть искушаемые сатаною, тут и бесы. А бесы и в иудейском, и в христианском понимании, каждый бес представляет какой-то порок. И он стремится инфицировать этим пороком любое существо. А ангелы — это те, которые всегда пытаются помочь нам. Ответ на вопрос, какими же грехами в течение сорока дней и ночей искушаем был Христос, мы находим в послании к евреям, 4 глава, 15-16 стих. Здесь сказано, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Почему не может сострадать? А у него не было таких немощей. «Но который, первосвященник Христос, подобно нам искушен во всем, кроме греха». Вы слышите, братья и сёстры, сказано, что мы имеем первосвященника, который был искушен во всем, кроме греха. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Почему здесь сказано, «Приступаем с дерзновением к престолу благодати?» Потому что, если ты знаешь о ком-то, что он пережил нечто подобное, что пережил ты, ты идешь к нему за советом более решительно, менее стесненно, чем нежели какой-то там праведник, который представляется в наших глазах абсолютно чуждым любого греха, и вот нам надо брать у него совет. Нам легче взять совет у Христа, легче в молитве обратиться к нему. В этом преимущество нашего Спасителя. И Павел, поэтому, и пишет с пафосом, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». А у него никогда не было немощи. «Но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть он знает любую страсть, он знает любое движение греховное. «Посему, да, приступаем с дерзновением к престолу благодати». Но когда мы говорим об искушениях Христа, нам очень важно понять, что эти искушения, они происходили не изнутри Христа, а извне. Вот в нашем случае каждое искушение происходит, как Христос говорит, из сердца исходит блуд, кража, нечистота. А то, что касается искушений Христа, что он был искушен во всем, как сказано, кроме греха, то это вот эти косматы с разных сторон, они пытались воздействовать на него. Не как на Бога. Отцы пишут, что дьявол приступал к Иисусу Христу как к человеку, трепеща в нем Бога, боясь в нем Бога, потому что бесы веруют и трепещут. И вот очень интересно пишет Григорий Великий, Папа Римский, Григорий Двоеслов, это его 40 гамелий на Евангелие. «Искушение происходит тремя путями – через внушение, наслаждение и согласие. Когда искушаемся, большей частью через наслаждение, то есть уже имея опыт падения. Но и также через согласие согрешаем, то есть зная о грехах плоти, внутри себя ощущаем борьбу. Но Бог, воплотившийся в чреве Девы, пришел в мир без греха». Помните, как сказано, «рождаемое святым наречется». «И не имел в себе никакого противоречия. Следовательно, искушаться он мог внушением. Однако, наслаждение греха не коснулось его разума. Посему все это дьявольское искушение происходило извне, но не внутри». А вот у нас, у падших, в результате грехопадения, все искушения, они внутри. Во Христе этого не было. Поэтому очень важно, чтобы Христос вселился в сердца наши. Потому что, если это не произойдет, а в Писании сказано, что верою вселиться Христу в сердца наши, то мы до смерти будем терзаемы разными искушениями. Собственно говоря, так и будет происходить. Потому что, когда великого Аву Макария спрашивали, долго ли будет эта борьба, он на это отвечал, пока жив. И так, в случае со Христом, да, он был искушен во всем, кроме греха. То есть, это искушение извне, которое не проникло в него. А в нашем случае это как раз искушение изнутри нас самих. И Христос хочет войти в твое и мое сердце. Он хочет очистить нас. Как молитвы, связанные со святым причастием, мы молим Господа, чтобы Он нас очистил до разделения составов и помышлений наших. Чтобы все, и психическое, и интеллектуальное, и физическое, все бы очистилось и приобрело бы совершенный вид, как мы читаем о святых дарах, ими же обожаемся. То есть, приобретаем такое состояние, когда внутри уже ничего, почти ничего не остается, а вся брань, она снаружи, но она будет оставаться таковой уже до самого конца. Итак, Христос стал человеком, чтобы научить нас, как одолеть дьявола, чтобы в себе самом одержать победу за каждого из нас. И мы должны согласиться с этим его решением одолеть тот или иной наш грех. Христианин никогда не должен соглашаться с собственным грехом. И знаете, если какие-то люди вам напоминают ваши грехи, грехи молодости, это, без сомнения, демоны и бесы. Если ты исповедовал грех, ангел не дерзнет сказать о том, что существует то, что уже не существует, только бес или демон. Он по зависти и злобе напоминает нам о прежних грехах, потому что они в таком падшем состоянии не могут уже вернуться к чистоте, которую потеряли. А мы можем во Христе и со Христом. Будем помнить об этом и не отчаиваться в нашей духовной бране, о которой апостол Павел пишет, что наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной. Берегите себя, друзья! Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Продолжение следует...